Лицо долгостроенного Новосибирска – это не только сухая статистика строительных площадок, которые застыли в ожидании лучшей доли. Главным образом, это истории людей, которые теряют надежду, что их инвестиции в проблемные новостройки в обозримой перспективе завершатся долгожданным новосельем. Как давно он уже стоит? Уже год. Вообще никаких изменений? Никаких изменений совершенно не происходит. Инвестиционное захоронение в строительную площадку на декабристов 117 Марина Соколова сделала еще в 2007-м, заплатив за двушку без малого 1 миллион 700 тысяч рублей. Все это время я проживаю по квартирам. Все семь лет. То есть, кроме того, что вы инвестировали в площадку, вы каждый месяц несете еще расходы? Конечно, конечно. Владислав и Ирина Завьяловы рискнули своими деньгами только весной прошлого года. Но от этого им не легче. Как раз у нас был пиковый момент, когда стройка еще двигалась. Как только мы приобрели, стройка наша встала. С тех пор незадачливые инвесторы по крупицам собирают информацию о проблемном объекте. Перед нами вообще закрывали двери и говорили, что вы не по адресу вообще обращаетесь. Приходите на стройку, смотрите, когда результаты будут, значит будут. Застройщикам дома числится консультационно-правовой центр защита. Генеральным подрядчикам ОАО СУ-9. В сентябре прошлого года директор КПЦ защиты господин Олейников в эпистолярном жанре объяснял инициативной группе дольщиков причины задержки строительства. За пунктом 1 значились ошибки в проектной документации. Сроком ввода объекта в эксплуатацию был обещан второй квартал 2013. До этого дедлайна осталось всего-то пару месяцев, когда нетрудно будет проверить сверхоптимистичный прогноз на вшивость. В 2012 году мы проводили совещание в министерстве, в ходе которого застройщик довел информацию о том, что будут кредитные средства у него заемные. И с помощью этих заемных средств объект будет достроен. Но в день наших съемок на площадке было, мягко говоря, нелюдно. А давно не строится? С декабря. С декабря? То есть вообще, кроме вас на площадке, с декабря нет никого, да? Вместо строительной активности здесь проявлялась активность совершенно другого рода. Говорят, утеплитель воровали раньше. А, ну это раньше было. А сейчас не воруют? Сейчас нет, сейчас все, под замками все. Понятно. Потому что когда он пересчитал, принимал этот объект, 500 пакетов не хватает. Но ключевой вопрос в другом. Когда полумертвая стройка заживет активными трудовыми буднями? Собираются, вот в апреле обещают начать. Серьезно? Деньги уже поступили, но на счет только еще и не поступили. А откуда деньги поступили? А я откуда знаю. Кто им высылает? Может бабка Сингапура контрабандой высылает? Полюбопытствовать приездом бабки Сингапура пытаемся в суде. Я тут, видите, сам человек новый. Еще вникаю пока в вопросы. Ну вы свой телефон контактный оставьте, я вам перезвоню. Когда в течение недели Евгений Юрьевич так и не перезвонил, едем в гости сами. Евгений Юрьевич, вы где есть? К вам пришли здесь из программы «Прецедент» за интервью после обеда? После обеда только будет он на объектах. Самое интригующее произошло позже, когда дискуссия о том, где именно работает Евгений Провоторов, зашла в тупик. А Евгений Юрьевич, он какую должность занимает? Ну, я не знаю, какую он там должность занимает. Он же не наш сотрудник. А, чей? Ну, кто по декабристам, застройщик? КПЦ «Защита»? Ну, а я ООО «Суд-9». В интервью первым я у него спрашивал, как руководство КПЦ «Защита» найти. Он что-то говорил, что он к СУ-9 имеет отношение. Я работаю с 18 февраля, не кадровая же служба. ООО «Суд-9», ООО «КПЦ «Защита» и ООО «Жилстрой». Мы, как контролирующий орган, усматриваем взаимосвязь между этими организациями. Большинство договоров участия в долевом строительстве заключено именно СУ-9. То есть, 138 договоров всего. В СУ-9 заключено 91 договор участия в долевом строительстве. И рассчитываться предполагается именно квадратными метрами. Соответственно, привлечения живых денег нет. Основной вопрос – сколько в доме еще не распродано активов? Свое расследование по этому поводу провели и сами инвесторы. Мы заказали выписку. С юстиции у них две квартиры всего. Это всего свободных активов? Всего свободных квартир, да, у генподрядчика. Неоднократное обращение в прокуратуру и мэрию. Результаты, к сожалению, пока не принесли. Все это прикрывали, прикрывали. И вот получается теперь очень много новеньких. И все ожидают, так сказать. Очередь меняется, а дом так и стоит. Между тем, мы открыты для общения и с КПЦ «Защита» и «СУ-9». Будем рады, если первые лица компании объективно расскажут в эфире о дальнейшей судьбе дома.